Добрый день, дамы и господа! Уважаемые дамы и господа, мы сегодня будем говорить о малых телах, которых в Солнечной Системе много. Начнём с петеоритов, потому что это то, что мы можем поддержать в руках. Вот, потом у нас тоже были обеды, малые спутники планет. Ой, прошу прощения. Слишком мало сердца. Значит, вот, как и на прошлой лекции, большая часть слайдов, она будет на английском языке. Мне сказали, что это не воспрещается, можно. А это даже некоторая тренировка для слушателей. Значит, вот, метеориты, представители. Олег Иванович, комменты. Для вас не слышно добавить. Фокус. Так, вот, метеориты. Камни, падающие с неба. Есть, как известно, такая полулегенда, что французская академия наук отказалась признать, что это не легенда. Это факт. Там, на самом деле, сложнее. Это факт. Они отказались признать конкретно предъявленные камни чем-то особым. Но они отказались признать их лукомическими. Они отказались признать их атмосферными явлениями. Космическое они не рассматривают. Но, вот, тем не менее, сейчас племена изменились. Мы знаем, что метеориты – это камни, падающие с неба. Когда они проходят через атмосферу, то поверхность и слой плавятся, сдуваются, и получается вот такая красивая структура. Абляция называется. Потому что проходы через атмосферу за очень короткое время, то, что внутренний час метеорит, особенно если он больше, чем кулак, не нагревается. И это хорошо. Значит, поверхность и продукты испарения нагретые светятся. И то, что мы иногда видим – это болида. Фотографируя путь болида, можно рассчитать проекторию метеорита до того, как он вошел в зимную атмосферу. И к расчету показывает, что метеориты приходят из пояса астероидов. Вот я показывал, когда говорим о данных кратерах Земли, эту картинку. Это такое известное, красивое фото знаменитого японского фотографа. Но оно в научном плане не очень полезное. А вот наверху показано то, как извлекаются вот эти траекторные данные. Камера, которая производит измерения. То есть через короткие промежутки времени идет фотографирование. И на фоне звездного неба можно отсюда пересчитать на то, откуда это все пришло. Оказывается, приходит это в основном, главным образом, из пояса астероидов. И здесь я напоминаю вам, что у нас 9 планет. Из них одна, Плутон, расшалована, лишь название настоящей планеты. А теперь Карликовая планета. И вот между Юпитером и Марсом есть область, которая сосредоточена большинством астероидов. И оттуда в основном и приходят метеориты. Вот давайте посмотрим на метеориты. Значит, первое, ну что отмечает, то есть ясно, что это метеорит, это железные метеориты. И вот смелый кусок железного метеорита, каньон Диабло, удар которого сформировал кратер-метеор. Я говорил, когда говорил о сильных ударных тратах, что здесь две истории связаны с этим ударом. Первое, что нормальные биологи, им было противно считать это результатом падения метеорита, потому что полигональное очертание. Хотя, как мы потом увидим, и в других местах мы это видели, если есть какая-то насечка, нарезка заранее, то удар метеорита приводит к образованию полигональной структуры. И вторая история с этим связана, что семейство парингеров поверило результатом анализа этого метеорита, который показывали, что там много плательной линии эродия, и купило этот участок. Пошли здесь, стали делать шахту, чтобы прийти сюда и, значит, извлекать куски железного метеорита. Но до этого дело не дошло, шахту-то успели сделать, а штрек уже не проводили, потому что физики показали, что эти куски там не должны сохраняться, а химики показали, что первые анализы были ошибочные, не разбогатеют. Семейство парингеров помогало владеть этим районам, и сейчас им владеют. Но теперь они получают, как настоящие методалисты, прибыль вот с этого музея, туда есть люди. Хороший, интересный музей космический, и можно выходить по сторонам. Это другой пример метеорита. Да, Железного? Заходите, пожалуйста, нам будет только приятно. Валентина Павловна, это большая честь для нас. В царскую ложку, пожалуйста, сюда. Так, здесь вы видите, вот эта структура называется дельманштеттеновская структура. Считается, что это из-за очень медленного охлаждения в небо, сравнительно большого тела. Я, говоря о метеоритах, все время буду говорить то, что геохимикам приятно и полезно. Состав. Это состав железо-никелевых сплав, древо-разновидностей, комосит и тени. Железные метеориты – это обломки астероидов типа М, которые есть обломки железных ядер больших астероидов. А вот железокаменные метеориты – это тоже обломки ядер больших астероидов. Они вот – это паласово железо. А вообще, если удается вырезать кусочек и отшлифовать, получается красивое украшение. Железо и алимин, комосит и алимин – это получаются вот такие красивые образцы. И одна большая часть метеоритов – вот такие. Это обыкновенные хандериты. Они некрасивые, такие сверенькие. Бывают они, так называемые, обыкновенные и уплестые. Образовались они в протопланетном облаке 4,5 миллиарда лет назад. По составу близки ультрасамных породов Земли. Алимин – короксен, что отличает от ультрасамных пород. Так что в них есть в различной степени примесь железонегидированных сплавов. И довольно много бывает сульфида железа. Вот пример углистолхондрита Ефремовка. Вы видите здесь такие шарики. Это застывшие капли расплава, которые были образованы еще в протопланетном облаке. Но в Ефремовке еще характерны белые включения, так называемые, которые говорят о некоторых особенностях совсем ранней истории Солнечной системы. Состав. Силикаты – это олигин. Здесь, как пример, филосиликаты, то есть слоистые силикаты, серпентин. Когда мы говорим слово филосиликаты, это значит и линисерпентин, и линисерпентин, и линисерпентин, и линисерпентин, включая хлорид – это что-то такое расслойное. И для филосиликата характерны присутствие воды. У окислового генетита – органическое вещество. Вот в них может быть до 20% воды, связанной воды, которая сидит в филосиликатах. Это каменные мезориты, углистые хондриты. Они различаются по степени вторичного изменения, некого вторичного, если хотите, переноморфизма. Вот это очень примитивный мезорит идеи. В нем до 10% связанной воды, а это аренда. В нем, вот это уже филосиликатов, нету и менее 1% связанной воды. Вот для леонида характерны присутствие белых включений, которые образовались когда-то на самых ранних этапах, при высоких температурах, в протопланетном облике. Ахондриты – это магматические пороги, прилетевшие из пояса астероидов. Они бывают нейтрасонные, бывают астонные базальты. У нормальных ахондритов возраст 4,5 млрд лет. Но что привело к тому, что астероиды расплавились? Либо это ранние, еще не распавшиеся алюминий 26, который нагоревал это вещество, либо это удары. Это пример, ну, такой типичный базальт. Евгелит, нельзя ли мне базальт, червонный путь. Кусочек базальта, снегово астероида, возможность песты. Александр Ильич, а железо 60-е, оно дает, например, 3 млн расплату? Это 800 тыс, а там 3 млн дает. Так что, куда сказать, вклад есть? На ты? Не знаю, не знаю, боюсь. Я то, что... Это мы можем даже спросить от Яковлева, который здесь, когда с пронизорительницами, гораздо больше, чем Яковлева. Ну, что ли я сейчас вмешиваться, когда вы слышите? Слышите. Да. По крайней мере, в случае, я таких не знаю, достаточных планов. Замечен плавно. Так. Это другой пример каменной метеориты. Ярохангрита и Крит из Антарктики. Потом мы посмотрим, отгуда берутся метеориты, оттуда они приходят в наши коллекции. И Крит из Антарктики. И Крит из Антарктики. И Крит из Антарктики. И Крит из Антарктики. Видите, довольно много света вот здесь. Вот каменные метеориты особая группа. Их это так называемые СНЦ, Шарготиты, Наклиты, Шасиниты, Шарготиты. Они сначала были выделены по тому, что у них возраст, который был определен, порядка 200 миллионов лет. Что не согласовывалось с нормальными, противоречивая тому, к чему привыкли, с нормальными ахангритами. Потом нашли, что есть и более древние СНЦ, Ахангриты. Но вот что-то не характерно. Они, как и другие ахангриты, есть базальты, есть утрасонные породы, образованные в каком-то магматическом процессе. Но у них, во-первых, есть присутствует в порах примесь таких марсианских атмосферных газов. А во-вторых, у них аномальные изотопии кислорода. Ахангриты нетипичные для ахангритов, для ахангритов, для земных породов. У них такое то, что подозревается, должно быть у Марса. Вот ахангриты, породы с Марса. Персинит аргитовый. Персинит аргитовый. Персинит аргитовый. Кумулат аргитовый. Пермакла один из первых. Это шисини. Думит, значит, метеоритная коммулата Левина. Вот такие метеориты. А это другие ахангриты, но не прилетевшие не с Марса, а прилетевшие с Луны. Луны метеориты. Вот слева лунный визоид, анартозитовая ударная, это прежде ударного плавления, это образец, найденный в пустыне, вот он уже там успел загореть. Другой, что лунный визоид, это подплавленный анартозит, породы, прилетевшие с Луны, они вообще-то вносят очень ценную информацию, потому что, как я уже на боже, Николай Васильевич говорил, то, что привезли мы лунами, американцы Аполлонами, это искаженное опробование, искаженное тем, что это все в окрестностях, у бассейна моря дождей и выбросов из моря дождей. И поэтому там некое преобладание абсолютных возрастов, соответствующих возрасту образования бассейна моря дождей, в районе 4 миллиардов лет. А вот эти лунные визоиды, они выбрасываются ударами по Луне из-за самых разных частей Луны, и у них вот этого аномального пика в районе 4 миллиардов лет нет. Как мы, как образуются коллекции метеоритов наши? Ну, во-первых, это наблюдаемые потери. Я уже показывал эту картинку. Вот наш бывший сотрудник, картинок. Эту фотографию сделал Миша Блиндаев. Это было падение в районе Степлитамака 17 мая 1990 года. Вот видите, что типично. Вот вам кратер, вот выбросы из кратера. Местное население было крайне недовольным этим обстоятельством. Испортили участок поля, сельскохозяйственные лодки. А еще потом захотели выкопать с помощью эскаватора этот метеорит. Но частично удалось выкопать, частично побывать ему не удалось. Есть находки метеоритов, когда самого падения не наблюдалось. Вот этот человек, Борис Никифоров, он нашел, Андрея, он лучше знает, может, у себя в огороде. Или где-то. Нет, там на полях очень большое расстояние. Да. Вот это метеорит Царев. Он у нас в музее. Обыкновенный хандрит. И когда-то за находку метеорита полагалась премия. Сейчас так же полагается, Андрея? Да. Вот, так что, ищите. И строить вот две премии с полаганием. Вот, хотя это считается собственность государства, но вот премия полагается. А это нечто уже современное. Значит, в Антарктиде значительная часть, я думаю, не большая часть метеоритов, в коллекциях, они из Антарктиды. Что происходит? На ледяной щит Антарктиды падают метеориты, но они спокойно захорониваются снегом, снег превращается в лед, и это все едет в океан. И бесследно исчезает потом на дне океана. Но бывает в некоторых местах, что есть какие-то выступы в основании вот этого движущегося ледника, и вот здесь ледник останавливается. И ледник упирается в горы, в Антарктические горы, тоже останавливается. Остановился там, все это происходит на земле, то, что не уехало, там идет процесс испарения льда, и лед, лед воды испаряется, а то, чего он нес, там накапливается на поверхности. Это сначала довольно случайно обнаружили, потом это стало уже своеобразной наукой. Туда ходят экспедиции, и вот эти места, где такое испарение, где докопление с поверхности метеоритов, там для них характерно, что лед голубой, и если люди повезло, они получили вертолет, полетали и видели лед голубой, где уже есть известные места, есть новые, открывают, и нам находят, и вот это рабочий момент, человек нашел метеорит, он показывает этот номер этого метеорита, фотографируется, и это все упаковывается герметично, и привозится туда, откуда приехала экспедиция. Это либо Америка, либо Япония, боюсь, наверное, еще. Мы, Советский Союз и Россия пока еще не наладили вот этого поезда в Антарктибу. Была одна экспедиция, не дали вертолета, потому что была аварийная экспедиция, когда аварийная ситуация, не мог наш корабль подойти к берегу для разгрузки, погрузки, поэтому вертолет не дали нашим метеоритчикам, он перевозил людей и товары, метеоритчики походили по ближайшим окрестностям, ничего не нашли и вернулись. А вот это другой способ, другое место, где находят довольно много пассивов. Это пустыни, и особенно ценными являются пустыни, где горные породы этих пустынь, это светлые горные породы, тогда удачливые поисковики где-то поблизости нанимают машину и мотаются туда-сюда, глядя налево-направо, когда видишь, что-то темное, приезжают, иногда это оказывается метеоритом. Коллеги из нашего института этим тоже занимались, и у нас в коллекции, в нашей коллекции есть собранные нашими коллегами метеориты. Вот видите, только они, конечно, порчены тем, что полежали в пустыне, у них пустынный загар. Это мы приходим к тому, откуда приходят метеориты. Я уже показывал эту картинку. Поиск астероидов, источник для большинства метеоритов. Вот как выглядит более серьезная картинка. Значит, вот смотрите, вот орбита Земли, орбита Марса. Это нанесены в некий момент, нанесены, как там были астероиды. Вот между Марсом и орбиты Юпитера вот это скопление. Надо сказать, что это на картинке все так очень густо. В общем-то, космические аппараты пролетают, которые летят и к ветеру, и дальше, пролетают через это, и пока, бог миловал, не столкнулись они там ни с чем. Что здесь еще надо сказать? Есть астероиды, заходящие и внутрь орбиты Марса, так называемые околоземные астероиды. Есть астероиды, которые на орбите Юпитера. Вот если у нас есть какая-то планета, в данном случае Юпитер, то есть 60 градусов вперед по движению и назад по движению особой точки, как из-за правильной точки Лагранжа. Вот там это нечто вроде гравитационных ловушек, и вот там есть вот эти скопления астероидов, так называемые троянцы и греки. Значит, вот от пояс астероидов от 2,5 до 2,5 астрономических единиц. Астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца в 149 миллионов километров. Орбитальный период, вот, где-то там, значит, от 2,5 до 7 лет. Околоземные астероиды, они приближаются к орбите Земли и пересекают ее. Они для нас опасны, потому что возможность столкновения с Землей. Вот количество тел диаметром более 1 километра в поясе астероидов оценивается где-то от 1 до почти 2 миллионов. Это меня в ужас эта цифра приводит. На ноябрь 2014 года 11 тысяч около земли астероидов. Но общая масса астероидов – 5% массы Луны. Самые большие астероиды, целья, диаметром – 220 километров. Теперь считается такая маленькая революция, которая шла в астрономии – это карликовая планета. Спасибо. Спасибо. Спасибо.